Всем привет! Я Вика Виноградова. Это канал Рецепты для лентяев. Я сегодня для вас приготовила очень классную подборку блюд из фарша. Это у нас будут всякие такие вот обеды-ужины. Мега простейшие, ленивые и невероятно вкусные. Начать я предлагаю с очень классных фрикаделек в томатном соусе с необычным дополнением. Вы такие наверняка не пробовали. Берем примерно полкило фарша. У меня это смесь говядины и свинины. Солим, перчим, перемешиваем. Можно еще какие-нибудь специи на свой вкус добавить. Крошим сюда рассольный сыр. Примерно грамм 150. Я брала брынзу. Можно взять фету. Можно с адыгейским сыром попробовать. Если сыр сам по себе соленый, то фарш солим не очень сильно. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Скатываем фрикадельки и сразу укладываем их в форму для запекания на небольшом расстоянии друг от друга. Выкладываем сверху томатный соус. Добавляем воду так, чтобы она покрывала фрикадельки примерно наполовину. И убираем в духовку минут на 30-35 до готовности. Вот такие аппетитные получаются фрикадельки. И очень необычные за счет добавления рассольного сыра. Фрикадельки получаются невероятно сочные, вкусные, ароматные. Причем во многом за счет томатного соуса, в котором они тушатся. Именно он задает тон всему блюду. Так что соус лучше выбирать качественный, с ярким, насыщенным вкусом. Как раз хочу показать очень ленивую запеканку на основе фарша и макарон. Для нее тоже понадобится томатный соус. В миску высыпаем сухие макароны. Спиральки, рожки, перья. Любая подобная форма отлично подойдет. Прямо сюда же, к сухим макаронам, добавляем фарш. Примерно в равных пропорциях. Солим, перчим. Выкладываем томатный соус. Я брала красный соус песто. Добавляем консервированную фасоль. По количеству ингредиентов ничего не называю, все на глаз. Под ваш собственный вкус. Хотите, берите больше макарон и меньше остальных ингредиентов. Хотите, возьмите больше фасоли или больше фарша. Все хорошо перемешали и выкладываем форму для запекания ровным слоем. Форму лучше брать большую, чтобы слой получился невысоким. Наливаем немного воды, примерно до середины слоя. Накрываем фольгой и в духовку на 15 минут. Затем достаем и нужно перемешать так, чтобы макароны, которые были снизу и уже приготовились, оказались наверху. А те, что сверху и пока еще суховаты, оказались внизу, в воде. Если видите, что воды осталось очень мало, можно долить. Сверху посыпаем тертым сыром и еще на 15 минут в духовку. На этот раз уже ничем не накрываем. Макароны успевают полностью приготовиться, равно как и фарш. По вкусу блюдо напоминает макароны по-флотски, но более интересное и необычное за счет остальных ингредиентов. Такой вот вполне себе классный ленивый ужин, когда просто все смешал. Это в духовку, оно там само готовится. Получается классное блюдо. А еще я вам хочу показать очень ленивую мясную пиццу. Сытную, нажористую, невероятно классную. Нарезаем сыр. Я брала моцареллу. Он отлично плавится и идеально подходит к пицце. Немного грибов. На лист пиццы хватит 3-4 шампиньонов среднего размера. Режем их слайсами. Еще понадобятся кружочки салями и вкусный томатный соус. У меня он остренький, с перчиками. Раскатываем лист слоеного дрожжевого теста. Можно, конечно, сделать его в форме красивого круга, но у нас же ленивые рецепты, поэтому я просто раскатываю в большой квадрат. Слегка надавливая, прохожусь по периметру, чтобы задать пицце бортики. Центр смазываю томатным соусом. Раскладываю кусочки салями. Сверху сыр. После сырой фарш. Его можно не жалеть, тогда пицца получится по-настоящему мясной. И финальный ингредиент – шампиньоны. Чуть-чуть подсаливаю сам фарш и грибы. И отправляю пиццу в духовку на 10-15 минут до готовности теста. Пицца наивкуснейшая на тоненьком тесте. И начинка просто потрясающая. Правда, очень классный рецепт. Обязательно попробуйте. Надеюсь, блюда вам понравились. У меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения и всего самого замечательного. Всем пока!